Полуразрушенное кирпичное здание с высокой трубой – это остатки Нюфчимского чугунолитейного завода. Именно этот завод положил начало самому поселку Нюфчим. Завод был запущен более двух с половиной веков назад, а закрылся в 95 году 20 века. Вот уже почти 30 лет эти здания в статусе призрака. Сегодня они просто символ и главная достопримечательность Нюфчима, а когда-то градообразующие предприятия, вокруг которого и вертелась жизнь поселка. История Нюфчима началась в середине 18 века, а именно в 1756 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании железоделательных заводов по Сысоли, в Нючпасе, Кажими и в Нюфчими. Указ повелевал направить сюда мастеров кузнечного, горного и плотничного дела из вологодских деревень. Управлять новыми производствами стали вологодские купцы Андрей Плотников и Андрей Панов. Железо к христианскому краю было необходимо. Привозить его издалека было довольно дорого, учитывая неразвитость путей сообщения. Поэтому эти попытки создания здесь предприятий по производству железа для местных кузнецов. А кузнецов было очень много. Предпринимались еще в первой трети 18 века на Нижней Вычерде. В Жешарке были такие маленькие фабрики, но уже сам факт их существования говорил о том, что есть база. Ресурсная база «Болотная руда» в окрестностях. Для ее добычи завода было отведено 22 тысячи десятин земли и 17 тысяч десятин лесов по рекам Сысола, Лемью и Локчим. Уже летом 1756 года сюда начали привозить крепостных крестьян с семьями. Они жили в полях вологодских. И когда сюда их везли водным путем, что они увидели? Тайгу. Какая же была их трудная работа построить это все. Построить плотину, которую построили через два года после создания указа этого. В 1759 году уже наладили производство кирпича. И в 1761 году построили кричный цех. И вот с этого момента начинается работа этого завода. Предки Михаила Леушина, как и у большинства коренных нюфчимцев, крепостные крестьяне, работавшие на заводе чуть ли не с его основания. В архивах он нашел не только имена своих родственников, но и разные факты из жизни завода и поселка. Мы думаем, что это завод был огромный там какой-то. Нет, это было деревянное строение. Земляной пол стояло посередине домную. 10 метров в высоту, где-то 3 метра в ширину. Какой это завод? Это по нашим мерам небольшое сооружение. Но тогда это давало работу, давало людям возможность жить. В первые же годы крестьяне здесь построили плотину. Доминную печь, цеха для работы с рудой, помещение для розлива и ковки металла. Место для строительства завода выбрано не случайно. Это слияние рек Нюфчим и Дендель. Удобно для возведения плотина. Воздух в плавильную печь нагнетали мехами, приводимыми в движение водяным колесом. Как происходило само производство? Сначала из руды отливали чугун, потом чугун перековывали в железо. В Кажеме и в Нючмасе, там Бачемов, два завода. Один был чугунолитейный, второй железоделательный. В Нючмасе было все вместе. Он был чугунолитейный и железоделательный. Квалифицированную часть рабочих завода, мастеров, литейщиков и других специалистов как раз составляли обученные горному делу крепостные крестьяне. Заводы и поселки при них были единственными населенными пунктами в Коми, где жили крепостные. Они оставались в собственности владельцев. Более того, они жили здесь, а числились по-прежнему месту жительства. Говоря современным языком, место регистрации с местным жительством у них не совпадало. Они как жили там в свое время в Вятском и в Слободском уездах, так они там и продолжали числиться, и даже налоги платили по-прежнему месту жительства. И уже потом, когда отменили крепостное право, вот эта ситуация изменилась. Для завода было отведено несколько месторождений болотной руды. И если непосредственно на заводе работали приезжие, то добычей руды, ее выжиганием, рубкой леса занимались местные комикрестьяне. Чуть ли не с всего комикрая сюда приезжали, как вахтовики. Условия были довольно сложные. И очень часто случалось так, что крестьяне заключали договор, получали какой-то аванс. Все работали и работали, и понимали, что все, у них сил больше нет, они непривычно были к этому виду труда. Они просто бросали работу и уходили. Из-за этого случалось, что заводы оставались без руды, без материала. Работать было не очень, он просто сам останавливался. Были и бунты, когда крестьяне намеревались побить этих заводских приказчиков, хотели разгромить заводы, создавали, как писали в документах, шайки, подобные Пугачеву. Один из таких бунтов произошел в 1774 году. Рабочие избили несколько человек из администрации завода, били окна в конторе. Только уездные власти в лице военных смогли навести порядок. Но эти волнения не возникали на пустом месте. Условия работы были очень тяжелыми. Завод представлял собой сарай с земляным полом, посреди которого стояла наковальня. Громадный молот бил по раскаленному железу и осыпал искрой всех вокруг. Работали под лучинами, от которых поднималась копоть запахом горящей смолы. Это местечко называется Угор. Еще с тех времен название. Ислобода. Вы родились в этом поселке? Какой был поселок? Ой, он очень был красивый, зеленый. Жители просто его обожали. На какие курорты вообще старались не выезжать. Потому что настолько было хорошо летом здесь отдыхать, после работы. И пруд был великолепный. Пруд как будто делит поселок на две части. С одной стороны – Слобода. Земли там были выделены под строительство первых домов. Затем возник Удор. В отличие от коми-селений, которые выстраивались вдоль реки, Нюфчим застраивался по городскому типу. Улицы параллельно и перпендикулярно друг к другу. Посреди поселка была большая площадь. На ней в 1770 году построили деревянную Дмитровскую церковь. А в 1824-м ее заменили на каменную. В годы советской власти храм разрушили. Сейчас на его месте строят часовню. Труба от доменной печи возведена во времена Екатерины II. И вот это здание литейного цеха, где завозили шифту, значит, уголь, руду. В наши дни, да, подгоняли и забрасывали порциями. Там руда, уголь, потом опять руда, уголь. Строения завода тоже менялись. Вместо деревянных начали возводить кирпичные здания. Правда, условия труда все же оставались нелегкими. Мешала развитию производства и частая смена владельцев завода. Но основной продукцией всегда оставался чугун. После 1776 года завод выпускал орудийные снаряды, штыки, якоря. Выполнялись и правительственные заказы. Например, армейские фляги. Производили тут в основном балласт для кораблей, которые отправляли в Архангельск. Железо для армейских фляг. Что-то пытались продавать в самом крае. Вывозили на лодках, которые специально строились по Сысаре и Вычигде, до Устюга. Сколько владельцы жили в Устюге, они, собственно, там и занимались торговыми операциями. Но для того, чтобы продать железо, необязательно привезти их надо в Устюг. Очень редко вывозили на перекладных этапятку. Такой водно-сухопутный путь, верховья летки. Но это сложно, потому что сам товар тяжелый. Именно поэтому они и старались сделать то, что можно было продать в Архангельске. Кстати, крестьянам, работавшим на выжигании угля, часто в качестве платы предлагали слитки железа. Чему те были не рады. Не все крестьяне были обучены кузнечному делу. Однако уже в 19 веке завод перешел на привозную руду. Так было дешевле и избавляло от ненужных расходов на постоянные поиски новых месторождений и добычу болотной руды, которая по качеству еще и уступала привозной. В 1860 году у завода опять сменился владелец. Им стал дворянин Дмитрий Бинардаки. Он, может быть, даже вообще никогда не был внючем. Он просто там жил в Санкт-Петербурге, допустим, владел этим заводом, получал за это какие-то там деньги, которые выручались с завода. И вот он послужил прототипом для повести Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Петербургский миллионер, владелец заводов, был хорошо знаком с писателем. По мнению литературоведов, чертами характера Бинардаки наделены две такие противоположности, как предприимчивый и жуликоватый Чичиков и положительный герой второго тома «Мертвых душ» помещик Костанжогла. Гоголь, как художник, подметил это сложное явление, что в одном человеке уживаются две разные личности. При Бинардаке завод и действительно ожил. Построена новая литейная вагранка – печь для литя-чугуна. Выписаны опытные мастера с уральских заводов для обучения местных работников литейному делу. Завод начал выпускать заказы частных лиц. А еще Нюфчимский завод стал единственным из трех действующих в Коми, где изготавливали кабинетное литье. Художественное литье изготавливалось по формам, отлитым для Кастлинского чугунно-литейного завода. Кастлинский чугунно-литейный завод был главным заводом, на котором изготавливалось кабинетное литье. Там были очень красивые формы, художники. Для других заводов тоже формы, которые были разработаны там, использовались. Изготавливалось не только кабинетное литье, но и чугунки, утюги, печные заслонки. Изготавливались и уже какие-то государственные заказы, в том числе оборонные. Некоторые изделия завода сегодня можно увидеть в домах жителей республики и в музеях. Коллекция Вольгарского музея пополняется ежегодно. Совсем недавно сюда поступил еще один чугунный олень. Есть и чугунное литье, есть алюминий использовался при изготовлении этих статуэток, полок, тарелок, медальонов, подсвечники. Скульптурные изображения из вождя революции Владимира Ленина, писателей, ну и разных животных. Наш музей открылся 15 июля 1999 года. И вот когда открылся музей, уже в нашей коллекции, была коллекция Невчимского чугунно-литейного завода. Мастерство Невчимских литейщиков было отмечено в 1896 году на Нижегородской всероссийской выставке большой серебряной медалью. Но надо понимать, что это штучные товары. Они достаточно дорогие, себестоимость у них была приличная. Не все же могли себе позволить изделия из золота, серебра и фарфора. Людям с небольшим достатком тоже хотелось как-то украшать свое жилище. И так как красоте она присуща всем, мне зависит от сословий. Это, пожалуй, самое интересное из продукции Невчимского завода – фигурное литье, их вклад в изящное искусство. Не надо думать, что тут была какая-то глухая деревня, которая просто какие-то пуски железа из чугуна перековывала и все. Людям тоже было интересно делать какие-то другие вещи. Управляющим привладельцы Дмитрия Бинардаки был Василий Косолапов. Именно его успешное руководство и позволило внедрить в работу завода новые технологии. А еще Косолапов оставил здесь свое наследство. От внебрачной связи с сельчанкой Анистимовой у Косолапова родился сын. Нарекли его Александром и дали хорошее образование. Впоследствии он тоже стал управляющим на заводе. Пройдемте. Ой, какие красивые двери. Да, здесь ринные. Вы обратите внимание, на чем висят двери. Это все сделано на нашем чугунитейном заводе. Это выковано. Сейчас в доме Анистимова музей имени Прометея Чистолева. Дело в том, что дочь Александра Анистимова Елизавета вышла замуж за коми писателя Иону Чистолева. После смерти мужа она жила в доме отца, где и прошло детство будущего музыковеда Прометея Ионовича Чистолева. Здесь звучала мандолина, рояль, гитара, потому что у Чистолева дедушка владел вот этими всеми инструментами. Соответственно, ребенок вырос вот в такой атмосфере любви, музыки. В семь лет научился на гармонии играть. И устраивались вот эти концерты для местных жителей. Кстати, сам дом совсем не похож на типичный деревенский. Он был построен приглашенным архитектором из Петербурга. Был такой русский писатель Засадемский. Он сюда приезжал в второй половине XIX века, в 70-х годах. Он описывает край, в том числе и заводские поселки. Самый внюшим он есть, кстати говоря. И пишешь, да, вот металлургическая база есть, завод есть, в принципе, работает, рабочие есть. Тут, если сюда вложить деньги, то это был бы второй Чикаго. Как писатель он несколько тоже витал в облаках. Тем не менее, потенциал какой-то был для того времени. Потому что потом, в 20-м веке, на самом деле, жизнь изменилась. И в таких вот небольших заводах нужда, мягко говоря, понизилась. Не вышло Чикаго. Не обошли Невчими бурные исторические события начала 20-го века. Очень уж привлекал агитаторов из разных партий рабочий поселок. Невчим чуть ли не стал революционным центром Усть-Сусольского уезда. Да и почва для революционного настроения была благополучной. Тяжелые условия на заводе, 12-часовой рабочий день сделали свое дело. Особенно привлекала программа эсеровцев. Организатором и идейным вдохновителем Невчимских эсеров стал диакон местной церкви Николай Кашин. Слухи поползли вокруг, что это такое унеучимые революционеры. Были облавы полицейские на то, чтобы делать обыск у рабочих. Но ничего не получалось, потому что интрига состояла в том, что супруга местного исправника Усть-Сусольского уезда Булатова была как-то связана с революционерами. И заранее предупреждала о том, что вот сейчас стражники полицейские приедут и сделают обыск, так что вы лучше спрячьте то, что не надо. Вскоре в Невчиме появился гектограф, печатали агитки и распространяли по ближайшим деревням. Сами рабочие активно выступали за сокращение рабочего дня и угрожали активными действиями. Что собой представляла Невчимская эсеровская организация? Прежде всего, это была тайная организация в стиле итальянских карбонарьев. Все ее собрания, сходки проходили в лесу. Рабочие одевали темные одежды с капюшонами, чтобы скрывать свои лица. То есть такая романтика революционная была у них. Появились тайнички в лесу. Там хранилось кое-какое оружие, революверы, винтовки. Появилась литература революционная различная. Тоже все складывалось в лесу. Дорогу к тайнику с оружием знал только один человек. Рабочий из завода по фамилии Воробьев. Но вскоре его забрали на фронт, и оттуда он уже не вернулся. Возможно, до сих пор где-то в лесах под Невчимом находится схрон с революционным оружием. В книгах описаны, как, например, мой прадед Алексей изготавливал бомбы и испытывал их в лесу. Здесь он работал слесарем, поэтому он имел, видимо, какие-то навыки. А откуда материалы были? Ну, вот завода. Откуда еще? То есть как бы на заводе что-то можно было прибрать, где-то что-то для того, чтобы изготовить. Ну, ведь завод, он был такой не огороженный. Был такой интересный случай, когда был пожар, ну, это где-то в середине 19 века, и переносили все вещи из помещения, которое горело, да, выносили, выносили. После пожара недосчитались несколько утюгов, несколько там предметов каких-то еще, пепельниц или еще чего-то там. Вот этот Алексей, который изготавливал бомбы, он умер от чахотки в 1919 году, поэтому как бы не застал ни гражданскую войну, ни ареста. В различных воспоминаниях неучевских рабочих написано, что сами они изготовили до 200 ручных гранат. К чему они готовились, не знаю, но, по всей видимости, выполнялась установка ЦК партии, эсеровской, о том, чтобы подготовить какое-то партизанское движение и выступить против правительственных сил. Однако уже в 1907 году революционные настроения стали утихать. Открылась Вторая Государственная Дума. Завод вернулся к привычному рабочему ритму, но уже с небольшими изменениями в лучшую сторону. В частности, рабочий день сократился до 10 часов. В 1913 году у завода опять поменялся хозяин. Им стал дворянин, член Государственного совета Владимир Бутлеров. Ему удалось получить от Военно-промышленного комитета крупный заказ на изготовление чугунных оболочек для мин и ряд заказов от разных компаний, выпускающих продукцию для военных нужд. С 1914 по 1916 год выпуск чугуна и железа на Нювчинском заводе достиг пика. Но вскоре события в стране опять вмешались в привычный ход жизни. Началась Гражданская война. Белый отряд капитана Орлова развернул наступление в Ичигодском направлении, чтобы взять у Сысольск Яринский котлац. Нювчим оказался в окружении. Чтобы выйти к своим, красный отряд нювчимских рабочих придумал хитрый план – представляться белыми. Крестьяне выносили им молоко, масло, шанги, встречали, так сказать, освободителей от большевизма. В момент, когда они вошли где-то в районе Ипатова и представлялись опять белыми, и даже стали допрашивать местных коммунистов, что интересно, и даже хотели их как бы расстрелять на околице. И этот момент о том, что какая-то белогвардейская банда двигается в Шеволдорских лесах, узнал небольшой тоже отряд красных партизан под руководством Попова. И вот они окружили, значит, неучимский отряд где-то в районе Шеволдора, смотрели за ними, наблюдали и уверились в том, что это действительно белогвардейцы. Подготовились к удару. Ну, я не знаю, что остановило это побоище между двумя красными отрядами, но стычки не произошло. Они объединились в результате, все-таки узнали друг друга. Коммунисты, которых они обещали расстрелять за околице, естественно, не расстреляли, взяли с собой в отряд или сами стали выбираться где-то в район Чухлама. В 1918 году Нюфчинский завод был национализирован. Выпуск продукции сильно сократился. Объяснялось это устарелым оборудованием, слабой сырьевой базой и высокой себестоимостью продукции. Если даже они могли сами организовать работу, очень сложно было продукцию куда-то деть, потому что все торговые связи разрушились. Даже когда все пришло в норму, когда пришел уже НЭП, и то заводы находились в очень плохом состоянии. Хотя, да, была создана, например, автономная область, ее руководители были заинтересованы в том, что была своя промышленность хоть какая-то. К сожалению, у завода никогда не было расцвета, он всегда выживал. С началом Великой Отечественной войны в 1941 году завод стал работать на нужды обороны. Отливали корпуса для ручных гранат, выпускали полевые кухни и другие предметы, необходимые на фронте. Интересный экспонат – это корпус снаряда, который был изготовлен на Нюфчинском чугунодельном заводе. Был специальный заказ Государственного комитета обороны. Корпуса снарядов везли потом в Пермь, где они начинялись уже взрывчаткой. После этого они уже использовались в боевых действиях. Привезли в музей этот экспонат прямо из Нюфчинского завода. Правда, для какого именно снаряда был изготовлен этот корпус – неизвестно. А этот предмет внес не только декоративную функцию, но и практическую. Это чугунная ступа. И хозяйке надо было не только вкусно готовить, но и быть сильной женщиной. Так чем же занимались заводские женщины, кроме ведения хозяйства? Ведь еще с основания завода сюда привезли крепостных крестьян семьями. Ну вот плетишок, он вот идет по краю. Это иголки, они способствуют вам работе. Получается, что фиксируют. Мне с четырьмя коклюшками тяжело, а там было 30 пар. Вы сами представляете, какой это объем. Жены занимались кружевом. И это кружево кормило целый год. На завод женщин не брали. В один период женщины занимались вечерами вот этим искусством. Продавали в Москву, продавали в Питер. Воротники, занавески, салфетки. Нюфчинское кружево отличалось изяществом. Пряли из очень тонких ниток. Это вот самое старое, самое-самое, что ни на есть, настоящее. Сравните вот эти нитки, то, что у вас в руках, и вот это. Существенная разница, да? Как паутина. Паутинка. Давным-давно руками крепостного На речке Нюфчин поднялся завод А с ним и пруд, и наш родной поселок Все чем гордится нюфчинский народ Правда, со временем женщин стали привлекать на завод. Днем они работали, а вечером пели. Нюфчинский хор, организованный в 1907 году, Еще одна гордость поселка. Самые первые участники нашего хора Это, конечно же, работники чугунно-литейного завода. Женщины. Потом у нас же здесь больница была большая. Оттуда люди, учителя. То есть вся такая, как получается, элита. С хором связана жизнь бывшей работницы завода Лилии Кармановой. Совсем юной девушкой она после окончания курсов приехала в Нюфчин. Вышла здесь замуж, родила троих детей. Тут была пристань километра пять. Мы тут по этой дороге ездили в город. И привозили баржами. Чугун, кокс. Потом машинами возили на завод. Все привозное. Тут на заводе всякие были цеха. И обозные, и зеркальные, и лесопилка, и эмалированный цех был. Тут по 300 человек рабочих было на заводе. Мы форму делали, потом заливка заливали. Приходила модель. Одна модель, а по этой модели уже... Вы сами выбрали эту профессию? Нет, нет. Нет, у нас где дома выпуск был. Потом нас привезли и не учим. Еще. Это все моя работа. Вон пепельницы, олени, эти лошади. Но это ведь тяжелая работа. Для тяжелой надо руки золотые. Лилия Григорьевне 86 лет. 45 из них она проработала на заводе формовщицей. Завод за это время сменил несколько руководителей. А работа не менялась. Лилия Карманова формовала землю из специального грунта для отливки разных предметов. В 91-м году ушла на пенсию. И плиты, и затворки, и решетки, и сковородки, и спецлитье формовали. И мы даже формовали механическую цеху, обрабатывали. Да, завод-то ведь работящий был. Нючинские плиты-то славились. Там в городе, так они лопаются. У нас не так, у нас более качественные были. Я сейчас еще скучаю, другой раз. Как на завод посмотришь, так и жалко. Планы на завод у руководства были большие. Его хотели развивать. Такой вывод можно сделать хотя бы по новому цеху. Построить-то его успели, а запустить нет. Наступили перестроечные времена. Новый корпус возвели в 1988 году. Через год начали монтаж оборудования литейного цеха. Но работать цех так и не начал. Прекратилось финансирование. В 1993 году завод перешел в частные руки. Но и новому владельцу не удалось вдохнуть в него жизнь. В 1995 году Нючинский чугунолитейный перестал существовать. Спрос бы был, если бы себестоимость была в наших условиях, в диких, с бездорожьями и все прочее, с транспортными этими расходами, она очень высока. Когда возникла идея строительства ЛПК, вот тогда на этих идеях о развитии металлургических заводов очевидно поставили крест. Потому что поняли, что надо идти в том направлении, в республику, превращать в валютный цех страны, в деревянный Донмасс. Так что можно сказать, что развитие лесной промышленности для него Чима стало гибельным. Память о заводе живет в воспоминаниях жителей поселка. Ведь судьба каждой семьи связана с заводом. Мама работала мастером. Когда фармовщицы заканчивали делать свои изделия в опоках, оставляли, чтобы заливальщики приходили. В больших, огромных рукавицах, ковшиках заливали горячий чугун. Искорки такие интересные происходили, красные. Вот за этим было очень весело наблюдать. Горячий песок после формовки очень был приятный на ощупь. А вот представляете, голыми руками все женщины работали. Вообще адский труд, конечно, бахнул. Мусора вообще никогда не было, потому что нас родители заставляли даже подметать. Территория, прилежащая к дому, должна была подметена быть. До улицы и улицу тоже. Сейчас этой традиции нет. А сейчас чем живет? Ну, сейчас он считается уже, наверное, дачным. Но каждый стремится сейчас сделать свой участок красивым. Вот благодаря этому поселок тоже начинает оживать. После закрытия без работы остались 100 работников завода. Опустел и поселок. Люди стали уезжать в поисках работы. В последнее время Нюфчим оживает. Сюда приезжают дачники, кто-то и на постоянное место жительства. Недавно в Нюфчиме открыли аллею с заводскими воротами. На них буквы, НЧЗ и цифры. Это аббревиатура Нюфчимского чугунолитейного завода и дата его основания. Символические ворота – это память о былом производстве и людях, чьи судьбы связаны с этим заводом. Субтитры создавал DimaTorzok